Я психолог Наталья Толстая, приветствую вас на новогоднем марафоне. Здесь мы строим пространство любви и добра и уважения к себе. Ну что, социальная дистанция всем порядком поднадоела. Давайте хотя бы психологическую дистанцию уменьшать и самое главное со своими близкими, с женщинами, с дочерью и мамой. Мы продолжаем рассматривать грани, делающие нас счастливыми. Мы уже поговорили и о внутренней опоре и внутреннем голосе, о том, что каждый из нас на первом месте должен ставить в любом случае свои интересы. Мы говорили и о деньгах, и о профессии. Мы говорили о личной жизни, которая на третьем месте в виде любви. И сегодня непременно нужно поговорить о детях, потому что дети не могут сказать «мама, не люби», «мама, у тебя плохая профессия» или «мама, ты никто». Ну, потому что по приоритетам они стоят на четвертом месте. И родители не могут сказать «не рожай», «не люби», «у тебя плохая профессия» или «ты никто». Потому что у всего есть свои законы. Если их соблюдать, каждый человек будет счастлив и здоров. Очень часто мы не уделяем внимания своим близким, потому что свои подождут. Те, кто воспитывался властной и сильной, требовательной матерью, часто рассказывают, причем в любом возрасте, даже в 50 лет, я все боюсь ее расстроить. Я все время жду ее поощрения. Получается так, что вы никак не можете начать жить свою собственную жизнь. А знаете почему? Потому что вы не отпраздновали окончание детско-родительских отношений.